В Национальной библиотеке собрали ёлку из книг. Создали необычное рождественское дерево сотрудники библиотеки вместе с читателями. Свою лепту в строительство книжной ёлки внесла и наша съёмочная группа. Собрать ёлку пришли даже юные читатели-посетители библиотеки. Книжная красавица украсила холл здания, она получилась высотой больше полутора метров. Для постройки были использованы более тысячи книг, взятых из читального зала. В качестве строительного материала пригодилась как справочная литература, так и шедевр классики. Ёлка из книг – это инсталляция для привлечения читателей в библиотеку и продвижения чтения. К тому же библио-ель – это начало большого праздника в библиотеке. Январские поэтические состязания «Библионайт» будут проходить целую неделю. На нас вышли партнёры, чебоксарская молодёжная организация «Соколиный яр». И они пришли буквально к нам в ноябре. И их тема очень сливалась с нашими поэтическими вот этими чтениями. И у нас получается вот такой большой, огромный культурный праздник. Их мероприятия посвящены Шотландии. У нас мы тоже ставим выставку по Шотландии, помогаем книжную выставку. И, конечно, как фигура такая поэтическая – Роберт Бёрнс. Шотландский балт, в частности, 19 января пройдёт в библиотеке. С двух часов он начнётся. Там, что интересно, если кто-то очень хочет, но ещё ни разу не принимал участие в шотландских танцах, будет возможность попробовать вместе с участниками этого шотландского бала исполнить какие-то па. Для юных читателей и их родителей 15 января пройдёт встреча с писателем Валентиной Пугачёвой. Также ребят ждёт увлекательный концерт. 16 января пройдёт мастер-класс флориста-дизайнера Татьяны Боярской. Кто любит творить, сможет научиться делать ёлочные необычные игрушки. Данифа Тагерова, Николай Яковлев, Республика.